Данный опус это не совсем песня, это скорее иллюстрация, называется «Застольная Хелли» или «Кевизи», как говорят норвежцы. Это иллюстрация к моему роману, второму из Добронежной эпопеи, которая называется «Дело Рангвальда». В этой вещи, в этом опусе главный герой типа жалуется на судьбу своим друзьям в кроге, то бишь кабаке, таверне, корчме, в Новгороде это XI век, там они сидят, там круглый столик у них маленький на троих, половой где-то рядом бегает, хозяюшка там наливает, перемигивается там с кем-то, с ними тоже. Он жалуется на судьбу, причем у него в этот момент, у главного героя такой, ну ему 20 лет, сейчас в таком напряженном положении все время находится, у него немножко срывается голос от волнения, от страсти, от всего, что приключается и будет приключаться дальше. Вот друзья его старше и спокойнее, они так благосклонно этот прерывающийся монолог захлебывающийся воспринимают и в общем-то поощряют главного героя в его начинаниях. Ну и значит, Новгород, крог 11 века. Притихли тати, открылись двери, хозяйка услужливо к нам спешит, хочу я, братья, тоску умереть варанской моей души. Проулками ночью хожу пустыми, к стихиям вражедебен и к людям глух, и то с обидой, то с дрожью имя невольно твержу я вслух. Нет хорлы краше и кубки наши, за те, что по глупости я любил прелестнее, впрочем, синие очи поднимем гостемил. Плоды вкушая чужих стараний, Ни бога, ни челяди, не стыдясь, Не держит, милая, обещаний, Забывчив, не в меру князь. Хозяйке нынче ж авось не сгладит, Отдам на хранение все, что есть, И завтра снова напомним князю о том, что такое честь. Прикройте ж ставни, и сядем славно за ужин добрый, Чтоб не остыл и влаги жаркой, В гулкую чарку плесни мне гостемил.